Привет всем! На старте марафон. Наш теледневник спортивной жизни Воронежа. Сегодня в выпуске. Смотрите. Звездные гости. Воронеж с Кубком Гагарина второй год подряд посетил Владислав Провольнев. Помимо столицы Черноземья он также побывал в Боброве и Нововоронеже. К тому же мастер-класс в нашем городе провел легендарный волейболист Тарас Хтей. Жаркая борьба в Хохольском и Рамонском районах состоялась. Первенство России по велоспорту, даже палящее солнце, не помешало гонщикам показать высокие результаты. Жаль лишь, что сражение за золото прошло без хозяев соревнований. У подножья Эйфелевой башни воронежский хайдайвер Никита Федотов стал бронзовым призером этапа мировой серии. В Париже это его первый пьедестал в нынешнем сезоне. А вот еще один воронежец Артем Сильченко занял во Франции только 12 место. Об этом и многом другом в течение ближайшего часа, но сначала несколько слов о футболе. В рамках подготовки к новому сезону Воронежский факел проведет летом три контрольных матча. 6 июля коллектив Вадима Евсеева примет Тамбовский «Спартак». 9-го представители столицы Черноземья встретятся с Ростовом в гостях, а 15 июля проведут ответную встречу с дончанами дома. Напомним, ранее в Ростов из факела перешел лидер огнеопасных Роман Акбашиев. На минувшей неделе наша команда также попрощалась с вратарем Алексеем Городовым, зато продлила контракты с нападающим Евгением Марковым, защитниками Кириллом Сусловым и Сергеем Божным. Последнему воронежские болельщики, кажется, особенно рады. Он вернулся в столицу Черноземья год назад, а до этого играл за факел в сезоне 2018-2019. В премьер-лиге Божин провел за воронежцев 21 матч, поразив ворота столичного торпеды Грозненского «Ахмата». Также на счету Сергея 4 игры. В Кубке России еще 2 в серии переходных матчей с Красноярским «Енисеем». Далее о хоккее. Из Тана Бурана за прошедшую неделю новостей не поступало, зато заметно активизировались в нашем городе. Поклонники столичного ЦСКА второй год подряд в Воронеж приехал Кубок Гагарина. Главный трофей континентальной хоккейной лиги. Вновь его привез в родной город защитник армейцев Владислав Провольнев. Напомним, в напряженной финальной серии москвичи обыграли Казанский «Акбарс» и сохранили у себя Кубок Гагарина. Интересно, что будущие чемпионы провели в плей-офф 27 матчей из 28 возможных. Это новый рекорд лиги. Только в финале конференции серия ограничилась шестью играми. Во всех остальных было по семь. Владислав Провольнев в прошедшем сезоне КХЛ провел 64 матча в регулярном чемпионате, еще 27 в плей-офф. На первом этапе Воронежец стал автором трех голов и 18 результативных передач. Ну а в решающих матчах Провольнев пять раз выступил ассистентом, в том числе в первой встрече в финальной серии с казанцами. К тому же Владислав поразил ворота Северстали. В отличие от прошлого года, в нынешнем Провольнев успел побывать с Кубком Гагарина не только в столице Черноземья, но также в Нововоронеже и Боброве. Все подробности Ольги Шаповаловой. География нынешнего визита Кубка Гагарина в Воронежскую область оказалась на порядок шире прошлогодней. Как и тогда привез его в родной город защитник ЦСКА Владислав Провольнев, который второй год подряд завоевывает почетный трофей в составе армейца. Пройти по тому же чемпионскому пути коням было совсем непросто, признается хоккеист. Но все это стоило того. Все! ЦСКА! Трехкратный обладатель Кубка Гагарина! У них равенство с Акбарсом! Это лучший матч, который я видел в своей карьере. Это действительно, независимо от того, кто победил. Акбарс это просто мега красавцы. Вытасти за турнирной таблицы, дойти до седьмой игры. Они так близки были к своему Кубку, но ЦСКА, конечно, что-то... Невероятное сегодня створение! Мы разговаривали с руководством после первого Кубка, ну не первого, когда предыдущий выигрывали. Самое главное, он сказал то, что... Самое главное, проблему удержать. Но так получилось, что мы выиграли и в следующем году, и в итоге удержали звание чемпиона. Надеюсь, и будем предпринимать все силы, чтобы в следующем году завоевать опять Кубок Гагарина. Несмотря на сложный сезон, хоккеисты ЦСКА смогли подтвердить статус сильнейшего клуба КХЛ и завоевать Кубок Гагарина второй год подряд. Кто симпионы? Мы симпионы! На самом деле очень тяжелый плыв. 27 игр сыграли. Это, наверное, рекорд был побит. 27 игр сыграли. И после победы такое опустошение сразу, что пока первые два дня, наверное, не осознаешь, что выиграли Кубок, все закончилось, и завтра уже никуда не надо идти. У тебя отпуск. И, наверное, второй более проще удался, чем первый. Сначала Кубок Гагарина вместе с его обладателем оказался в Академии спорта. Студенты и преподаватели вуза первыми увидели и даже потрогали главный трофей континентальной хоккейной лиги. На торжественной церемонии Владислав Провольнев подарил свою чемпионскую клюшку зампреду регионального правительства Артему Верховцеву. А после этого Кубок Гагарина отправился в Новый Воронеж, где с прошлого сезона базируется молодежная команда «Бурана». Так прошел первый день пребывания Кубка Гагарина на воронежской земле. Но не менее насыщенная программа ожидалась и во второй. Ранним утром Владислав Провольнев заглянул во дворец спорта «Юбилейный», где когда-то делал свои первые шаги в хоккее. Сюда его привел тренер Сергей Меньшиков. Я прекрасно помню этот момент, очень прекрасно. Детский садик, это вот на поте вокзала. Сейчас он номер 13. Да, пришел, пришел в садик. У меня там определенные тесты. Вот, протестировал, они попрыгали, посмотрел. Реакция, ну, свои тесты там у меня есть. Ну, он был лучший, Владик. Вот, но как-то я не сомневался. Папа в то время работал на телевидении, сам футболист. Думаю, подобные какие, ну, какие сомнения такие. Ну, отдал приглашение. Ну, где-то неделю, через неделю Игорь Борисович пришел, мы с ним переговорили, суперсерьезно отнесся Игорь Борисович, прям так серьезно. Вот, и мы начали сотрудничать. Ну, и где-то буквально через год у нас его капитана. Дальше кубок Гагарина встречали в Ледовом дворце на дамбе Чернавского моста. Желающие получить автограф чемпиона и сфотографироваться с ним собрались здесь заранее. Кто-то надел хоккейный свитер, чтобы провальнев на нем расписался, а кто-то приготовил для этого фотографии Владислава. Семья Поповых пришла с маленьким сыном Артемием, который на удачу дотронулся до огромного трофея. О, какой у нас клубок красивый. Вы знаете, мы как бы вот с этим молодым человеком, мы живем в Москве, ходим на ЦСКА болеть периодически, систематически. Нам очень нравится игра нашего передового клуба. А сейчас мы находимся здесь в отпуске. И поэтому, узнав о данном событии, как бы и я сам честно играл в Воронеже, играл в Москве, сейчас играю. Поэтому как бы город близок. И узнав, что кубок будет здесь, Влад приезжает сюда, мы обязательно решили приехать, посмотреть, прикоснуться, так сказать, к победе, которая была сделана не так уж и давно. Тем более вторая у Влада. Ребенок – будущий обладатель Кубка Гагарина? Обязательно. Этот молодой человек будет не только Кубок Гагарина поднимать над своей головой, но еще и чемпионаты мира, олимпийские золотые медали. Поэтому будущий коккеист перед вами. Полина Григорова пришла на встречу с Владиславом Провольневым и Кубком Гагарина уже второй раз. Свидетельство тому – прошлогодний автограф на свитере. Она сама занимается хоккеем и вместе с подругой по команде Екатериной Константиновой пропустить очередную встречу с чемпионом КХЛ, конечно, не могла. Я уже знакома с Владиславом с прошлого года. Он к нам приезжал на мастер-класс на льду. Были различные задания, очень классные. Расписывались фотографии, уже тоже с ним есть. Но пришла еще раз. Коллекционировать. Истинный фанат. То есть скоро на свитере места свободного не будет? Надеюсь, что да. Я являюсь поклонником ЦСКА с самого детства. Я занимаюсь хоккеем уже 14 лет. Мне 19. Я занимаюсь в авангарде. Пришла взять автограф у Владислава. На протяжении всего маршрута Владислава, как и в прошлом году, сопровождал отец Игорь Провольнев. В прошлом известный хоккейный журналист, а ныне генеральный директор хоккейного клуба «Буран», как никто другой, переживал за сына в решающих играх чемпионата. Я не стал нарушать традиции и суеверия. Я, конечно же, хотел ездить и в Казань, и в Москве на всех играх, конечно же, был. Работаю уже в Воронеже. Я выезжал на матч, возвращался назад. И последняя игра, да. И, казалось бы, элементарно можно поехать. Тем более Влад предоставлял билеты. Но я решил идти по своему пути, как прошлогодним, не нарушая традиции и суеверия. Поэтому приехал так же к Владу, приехал так же к Владу домой. Сел в том же режиме, все так же чай. Все в том же формате, на том же подлокотнике. Также жена разогревала, все так же все соблюдал. Ну, результат есть. Завершилось же путешествие Кубка Гагарина по нашему региону в Боброве. Желающие прикоснуться к хоккейной истории не оставили на трибунах местного спорткомплекса ни одного свободного места. Причем им повезло вдвойне, ведь в Боброво вместе с Владиславом приехали чемпионы мира Даниил Марков и Андрей Николишин, а также известные спортивные журналисты Денис Казанский и Дмитрий Лукашев. Много забила в этом году? Есть голы уже? Забивала? Куда бросаешь? Вверхом? Девятку или между ногами? Фига себе. А где чай-то? Это кто твой друг? Ты тоже нападающий? Я защитник. А, ты защитник? Так это на тебя выигрываешь тебе все время? Да там еще голи есть. А, это тоже все твои одноклубники? Почетные гости с широкими улыбками на лицах общались с местными поклонниками спорта. И, конечно же, фотографировались с ними. Конечно, это значимо. Конечно, это престижно. И престижно как и району, как и городу, куда привозят кубок. Так и тому, кто это делает. Потому что, ну, приемственность поколений. Приемлемый дань тому месту, где ты родился, вырос, где ты воспитывался. Тем тренерам, тем воспитателям, учителям, которые с ним занимались. Я думаю, что для Влада это не только подспорье, это, наверное, такое, ну, можно сказать, помимо радости и счастья, это, наверное, такой и престиж, и желание поделиться своими успехами со своими земляками, с теми ребятами, с кем он когда-то вместе гонял шайбу во дворе. Поэтому, действительно, это очень важно. И спасибо ему большое, что он сюда приехал. Тем временем Провальнев, практически не поднимая головы, раздавал автографы. Очень важно нам сегодня, как мне кажется, нашим молодым спортсменам, детям, не хватает хороших героев. А здесь у них есть возможность и пообщаться, и потрогать, и сфотографироваться, и прикоснуться к такому замечательному и значимому трофею. Поэтому, что касается надежды на то, что это будет традиция, у нас есть ребята, которые играют, также выпускники в Воронежском хоккее, играют в других хоккейных клубах. Поэтому шансы у нас, мы делаем ставку не только на ЦСКА. Постоянно смотрим его игры, мы знали, мы следим за ним, ведь все-таки он наш земляк, мы гордимся им. Выступает он отлично, он показывает то, что наша земля, это не просто земля, а вот то, что с нее может вырасти вот такой хоккеист. Посмотреть на Кубок Гагарина пришли и те, кто с малых лет сами о нем мечтают. Выпускники Бобровского хоккея Роман Гапочкин, Владислав Мехков и Александр Лапин. Этим летом звезды молодежной команды «Эко Нива Бобров», бронзовые призеры НМХЛ, подписали просмотровые контракты с Воронежским Бураном. И планируют в новом сезоне дебютировать во Всероссийской хоккейной лиге. Увидеть Кубок Гагарина в родном Боброве они точно не ожидали. Ну, когда только мы пошли в хоккей, мы могли предполагать, только если сами привезем там. А спасибо Владу, что вот он доехал до Боброва, вообще Воронежский за воспитанник. И вот приехал в Бобров нашу маленькую такую провинцию. Спасибо ему за это, что привез Кубок. Много маленьких детей будут смотреть. И мы тоже для нас пример как с детства, так и сейчас перешли на новую ступень. И хочется нам тоже привезти Бобров. Будем стремиться. Для меня это большая честь привезти в Воронеж Кубок второй год подряд. И хочется всем показать, чтобы все ребята увидели и в новом Воронеже, и в Боброве. Ребята счастливые. Мальчишки, девчонки, дети, которые первый раз его увидели. И, конечно, это радость. И хочется такого делать почаще. Ну а заключительной точкой маршрута Кубка Гагарина в Воронежской области стал Хреновской конезавод. Что вполне символично, ведь хоккеистов ЦСКА все называют конями. Конечно же, за два дня Владислав на своей малой родине услышал в свой адрес массу теплых слов. И вполне заслуженно. Но желали все провальниву в унисон одно и то же. В новом сезоне снова стать чемпионом КХЛ. И в третий раз подряд привезти Кубок Гагарина в Воронежскую область. От хоккея перейдем к волейболу. Причем градус звездности только повысим 17 июня в Академии спорта. Открытую тренировку провел чемпион летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Вице-чемпион Европы и мира, обладатель Кубка мира, дважды триумфатор мировой серии Тарас Хтей. Легендарный доигровщик приехал в наш город не только, чтобы поделиться опытом с местными волейболистами, но и чтобы пообщаться с участниками федерального проекта. Тренер. К его советам прислушиваются, а его мастерства хотят достичь многие. Ведь олимпийский чемпион Тарас Хтей – легенда отечественного волейбола. Сегодня он много путешествует по стране, проводит мастер-классы и встречи с молодежью. И вот, наконец-то, заглянул в Воронеж. Спорт является очень хорошим сейчас социальным лифтом. То есть через спорт можно добиться любых высот. То есть, да, если я, как пример, возьмите меня, то есть я после окончания спортивной карьеры пытаюсь заниматься, ну, не пытаюсь, а занимаюсь общественной деятельностью, политикой. Хочу быть полезным для ребят, для будущего подрастающего поколения, для нашего общества. Поэтому это хорошее. Тем более сейчас профессиональный спорт хорошо оплачиваемый. Тут нечего скрывать. То есть через спорт себя можно реализовать в жизни. В 2012 году в Лондоне в составе сборной России Тарас Хтей выиграл золото Олимпийских игр. В финале команда под руководством Владимира Олегна встретилась со сборной Бразилии, которая в групповом этапе уступила со счетом 0-3. Не по сценарию россиян развивались события. Поначалу и в матче за золото наши волейболисты уступали 0-2 по сетам. Но все же ход поединка доблестно переломили и на тайбрейке вырвали победу, а вместе с ней чемпионский титул. Наверное, правильно, что принимали. Надо забить поувереннее. Все, вот теперь-то точно все! Сборная России выигрывает Олимпийские игры. 32 года! 32 года мы ждали этого момента с победой в Москве в 20-м году. И вот сбылось. Сбылось это фантастика, ребята. Волейбол Тарас Схтей пришел в 12 лет, а до этого попробовал себя в боксе, борьбе, плавании и шахматах. Начал заниматься в городе Запорожье, это Украина. Значит, пошел, можно сказать, по стопам отца, потому что отец был преподаватель в машиностроительном институте. Я ходил, смотрел, как он тренирует студентов. Ну, во-первых, это мяч. Мальчику, к любому, вид спорта интересный, тем более, вид спорта командный, игровой. Это волейбольный мяч, большая команда, дружная семья. И, конечно же, меня это заинтересовало. Я начал заниматься. Тем более, плюс есть ростовые данные. Мой рост 207 сантиметров, если так правильно сказать. И начал получаться. И вот я понял, что это вид спорта номер один в моей жизни. Вскоре после Олимпиады в Лондоне ХТЕЙ завершил свою спортивную карьеру. И с удовольствием, помимо основной работы, сейчас занимается общественной. Если я приехал, к примеру, в город Воронеж, и в данном случае у нас сегодня на мероприятии будет участвовать 30 человек. И если один из них пойдет дальше заниматься волейболом, значит, я уже не зря приехал. Поэтому для меня это лучшее, что можно получить какую-то обратную связь от занятия с ребятами. На самом деле это очень интересно. И, в принципе, говорить с человеком, который горит своим делом, это очень интересно. Человек, который горит своим делом, может быть, заинтересовать других. Даже те, кто не задумывался о том, чтобы заниматься этим видом спорта. Когда ты видишь горящие глаза, тебе хочется попробовать. Вот правильно, я прям. Руки соединяем. Вот, отлично. Вот, я прям и замок. И вот сюда все прилетает мяч. Все. Не вот сюда. Не вот сюда. А вот сюда. Проведу разминку, потому что в данном случае в нашем виде спорта это очень играет большую роль. Значит, и есть комплекс упражнений, которые, я думаю, обязательно заинтересуют. Они сумеют за мной их повторить. Они несложные. Они абсолютно под любую аудиторию. Поэтому пообщаемся с ребятами. Сегодня у нас задача, наверное, получить эмоции от общения. В Воронеже ХТИ встретился с участниками проекта «Тренер» ребятами, попавшими в сложные жизненные ситуации. Меня можно смело отнести к детям из неблагополучных семей. Так получилось, что от меня отказались еще в детстве, и я росла с дедушкой и бабушкой. Вот такая история. И должное воспитание, по большей части, я получила именно у моего тренера Альберта. Он помог мне вырасти достойным человеком, оказаться там, где я сейчас нахожусь. Я также продолжаю работать с детьми. Думаю, что я возьму его дело. Я тоже стану тренером. На сегодняшний день в проекте «Тренер» 16 воронежских школьников. Под руководством квалифицированного педагога Альберта Золототрубова они занимаются рукопашным боем, туризмом и многими другими видами активности. А также помогают одиноким, пожилым и маломобильным горожанам. И, конечно, для мальчишек и девчонок оказаться на одной площадке с чемпионом такого уровня почетно и одновременно интересно. Алена Филипцова, например, раньше занималась волейболом. Так что встреча с Тарасом была особенно рада. Его вот этот шаг прийти сюда, чтобы провести тренировку, очень на самом деле значимый для многих людей, которые особенно за ним следили, которые узнали о том, что он проводит. И почаще бы вот такие значимые для кого-то люди приходили к ним и проводили всякие вот такие вот тренировки. Мастер-класс Тараса Хтея в Воронеже организовала молодежное крыло Народного фронта. Но такие встречи с успешными, заслуженными людьми – стимул для ребят тоже заниматься спортом и добиваться в нем успехов. Свою лепту в организацию мастер-класса внесла и Федерация волейбола Воронежской области, которая совсем недавно провела спортивный праздник для онкобольных детей. Я очень рад, что такая акция именно организована для той группы населения, подростков, которые в той или иной сложной ситуации. Сам формат вот этого всего, конечно, он вдохновляет, потому что спорт – это ничего тут я не изобретаю, но это действительно стремление к жизни. Это праздник, любое движение. Вот волейбол, да, на пляже собрались, поиграли, все радостные, друг с другом познакомились, повстречались. Поэтому это здорово, что такие инициативы именно идут. И здесь вот сейчас собрались молодое поколение, прям совсем, и волонтеры, ребята, студенты. Поэтому нам очень приятно здесь находиться. Сейчас стоит задача на самом высоком уровне – это поднять массовость спорта вообще в Российской Федерации. Поэтому после ковида, после такой серьезной истории мировой, да, то, что тяжело все перенесли, то здесь, наверное, задача, да, приобщить как можно больше людей к занятию спортом. В течение часа Тарас Хтей увлеченно работал со своими юными воронежскими поклонниками в спортивном зале, а затем переместился вместе с ними в аудиторию, где ответил на все интересующие вопросы. К общению ребят подошли подготовленными. На самом деле мне интересно само начинание, как он начал этим заниматься, как он чувствовал себя при первых поражениях и при первых успехах. Хтей не оставил без ответа ни один вопрос от юных воронежцев. А потом подарил им на память волейбольный мяч со своим автографом, чтобы ребята никогда не забывали. Из любого человека при большом желании может вырасти чемпион. Это марафон. Мы продолжаем подводить спортивные итоги минувшей недели. В Чебоксарах состоялся 11-й этап легкоатлетической серии «Королева российского спорта», посвященной памяти первого олимпийца Чуваши, бронзовый призер игр 56-го года, Арда Леона Игнатьева. Второй год подряд чемпионкой турнира в Чебоксарах в барьерном беге на 400 метров стала представительница столицы Черноземья Эмилия Тангара. Ее отрыв на финише составил 2,66 секунды. Причем второе место заняла еще одна воронежская барьеристка Ирина Баулина. Она в борьбе за серебро опередила Леану Васильеву из Нижегородской области всего на 0,01 секунды. В беге на 1500 метров третьей стала опытнейшая Светлана Оплачкина. Ну а на дистанции 200 метров в шаге от бронзы финишировала наша Ксения Сомова. Тем временем в Воронеже продолжается Петровский шахматный фестиваль. В субботу была поставлена точка в главном турнире фестиваля – этапе Кубка России. О его итогах мы расскажем в нашем следующем выпуске, ну а прямо сейчас о героях турниров в Рапиде и Брице. В шахматном клубе побывала Ольга Шаповалова. Ей слово. Алексей Гребнев из Самарской области впервые принимает участие в Воронежском шахматном фестивале. И этот дебют для него получился вполне удачным. По крайней мере в двух стартовых для себя турнирах он оказался на пьедестале. Сначала вице-чемпиону мира среди спортсменов до 18 лет в Рапиде и Блице не оказалось равных в быстрых шахматах. Ну, конечно, я, как и любой шахматист, на турнир ехал за победой, да. Но не думал, что настолько хорошо получится, потому что 89 набрал, не ожидал такого. Ну, ожидал больше, что наберу очков 7-7,5, а тут неожиданно для меня получилось, ну, очень хорошо. Первые четыре тура в быстрых шахматах Гребнев не входил даже в тройку сильнейших. Зато после пятой партии вышел на второе место. А с шестого тура шел исключительно на первом. Как ни странно, у меня, наверное, самая плохая позиция была в первом туре. То есть, а потом, да, была еще одна не очень хорошая, а в целом все остальные вполне хорошие были. За шахматными столами Рапид собрал 133 шахматиста, среди которых было 7 гроссмейстеров и столько же международных мастеров. И как раз гроссмейстеры разделили между собой второе и третье места в быстрых шахматах. Отстав на одну очку от лидера, серебряную медаль завоевал Сергей Волков из Мордовии. А бронзу выиграл москвич Владимир Захарцов. Всего 9 туров, в первый день было 4, и они такие, можно сказать, первые 2 разминочные, третий, четвертый чуть посложнее, но тоже гораздо легче, чем то, что было потом, когда уже наверху все гроссмейстеры и мастера друг с другом играют. И вот это все осталось на второй игровой день, 5 туров подряд. И там не могу сказать, что мне чего-то не хватило, потому что я выступлением своим доволен в целом. Но я бы сказал, что не хватило, наверное, сил, потому что в шестом туре, если не изменяет мне память, была тяжелейшая партия, мне удалось победить очень сильного гроссмейстера. После чего надо было сразу же играть, и я просто не смог перестроиться, настроиться, сразу же из дебюта получил проигранно. И вот этого мне не хватило в плане борьбы за победу. Впрочем, уже в следующем турнире «Блице» Захарцов стал победителем. Причем после четвертого тура Владимир скатился аж на 42-е место, но постепенно упущенное наверстал. Он одержал 4 подряд победы и после восьмого тура вышел на промежуточное шестое место. Затем Захарцов сыграл в ничью с Алексеем Гагановым и снова усложнил себе продвижение по турнирной таблице. Но следующей победой над Валерием Скачковым опять вернул себе шансы на медальную борьбу. Перед решающим туром на победу претендовали сразу 4 спортсмена. Лидером в этой гонке за золотом был Алексей Гребнев, опережая соперников, в том числе Захарцова, на полбала. Владимиру под занавес турнира предстояло встретиться как раз с Гребневым и он его обыграл. В итоге по 9 баллов оказалось в активе Захарцова и Жамсарана Цедыпова из Бурятии. Но по дополнительным показателям обладателем золотой медали стал москвич. Более чем эффектный камбэк. Ну изначально я просто хотел хорошо сыграть, там уж как получится. Но турнир совсем не пошел изначально. Там в первых четырех турах потерял целых полтора очка, что очень много. Ну и как-то смирился уже, если честно, что этот турнир не пошел. Иногда такие турниры должны быть. Подумал, что, наверное, хорошо, что не пошел именно Блиц, а там не Рапид или Классика. Но как-то удалось пересобраться, вовремя сходить в киоск за шоколадкой, зарядить мозги и как-то перевернуть ход неудачный. Надо отметить, что и Рапид, и Блиц-турнир в рамках шахматного фестиваля получили статус этапов Гран-при. Раньше в Воронеже такого еще не было. В чем смысл таких этапов Гран-при и Блиц? 18 по всей стране. И потом лучше выходит в финал. И таким образом мы являемся одним из отборочных этапов. У нас это мероприятие наряду с этапом Гран-при Рапид, этапом Кубка России среди мужчин, этапом Кубка России среди детей, вручную в календарь Минспорта. У нас подряд четыре Минспортовских мероприятия. Напомним, с прошлого года шахматный фестиваль в Воронеже носит имя Петра Первого. Он родился 9 июня и оставил большой след в истории Воронежского края. Который развивал шахматы Воронежа, развивал ассамблеи, мы ассамблеи точно в шахматы играли. По сравнению с предыдущими годами изменилось не только название, но и программа фестиваля. Например, сначала за шахматными досками встретились участники Детского Кубка России. А потом уже определились чемпионы в быстрых шахматах и Блице. Мы сделали мероприятие не одновременно, как это было раньше, а последовательно. То есть у нас минимальное количество мероприятий между собой пересекаются. И, соответственно, люди могут приехать в Воронеж, например, на 25 дней. 25 дней по-другому играть шахматы. К тому же в программу шахматного фестиваля в столице Черноземья включили сеансы одновременной игры, творческие встречи, турнир по решению шахматных композиций, турнир среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Парус надежды» и, конечно же, главный турнир фестиваля по классическим шахматам. Все это сделано для того, чтобы проявить себя могли не только ведущие спортсмены, но и начинающие. То есть, например, для понимания, у нас сейчас в турнире Гран-при Блиц играют люди, у которых клубы подготовки начальной. И одновременно с ними играют много агрессмейстеров. Два из них были чемпионами России среди мужчин в фестивские шахматы. То есть два разных чемпиона России. Игорь Лысый и Сергей Волков. Наряду с ведущими шахматистами России принимал участие в фестивале в Воронеже спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата из Ямала-Ненецкого автономного округа Сергей Полозов. Дело в том, что с 3 по 13 июля в этом году у них в Владивостоке чемпионат России для лиц с ограничением двигательной активности, ну, пода. А чтобы там шансы иметь, нам не хватает пунктов 300-400 рейтинга. А рейтинг лучше набирать со здоровыми. Ну, баскетболисты так же делают. И мы так же делаем. Сергей занимается шахматами удаленно, поскольку живет в городе Муравленко. А спортивная школа находится в Салехарде. Тренируется он всего ничего. Три года. Новичок. Новичок, да. Единственная трудность, что у нас на Ямале расстояние 500-600 километров. Ну, самолеты летают. Но занятия же не будешь на самолете летать. У нас школа Карпова. Я в Салехарде работаю. А Муравленко, Надым, Новый Уренбой, Ноябрьск, они по удаленке получаются. А летом, когда у него отпуск или у наших ребятишек каникулы, то мы выезжаем. И стараемся подряд турниры брать, ну, чтобы в Заполярине возвращаться. Чтобы добраться до нашего города, сначала Сергей и Александр летели до Казани. Оттуда на поезде ехали в Брянск, а потом уже в Воронеж. А из столицы Черноземья они отправятся на соревнования во Владивосток. В Блице, где события на доске разворачиваются очень быстро, Сергею помогал тренер. А вот в Рапиде, где партия медленнее, Полозов играл сам и улучшил свой рейтинг на несколько пунктов. Да нам места не нужно, нам нужен рейтинг. Получается плюс 28, да, Сергей? Нет, плюс. 20. Да, где-то около 27. Да, около 20+. Так вот постепенно, постепенно набираем. Что же касается воронежских шахматистов, то в быстрых шахматах лучший результат среди хозяев показал Дмитрий Родин, набравший 7 очков. Всего один балл он уступил победителю турнира Алексею Гребневу. С таким же отставанием от чемпиона занял седьмое место в Блице воронежец Максим Попов. И еще о героях воронежского спорта. Наш теннисист Максим Гончаров в паре с москвичом Степаном Жаромским стал призером первенства России в Москве. На пути к пьедесталу парни одержали три победы, не отдав соперникам ни одного сета. Лишь в полуфинале Максим и Степан проиграли. Они уступили вторым Сейнам Тимофею Дерипаско из Химы к Егору Плешивцеву. Из Москвы счет матча 6-4, 6-3. Зато завершили турнир Гончаров и Жаромуски на победной ноте, обыграв в поединке за бронзу москвича Амира Асалкожаева и ростовчанина Андрея Куницына 6-3, 6-4. Заметим, что воронежские теннисисты больше восьми лет не поднимались на пьедестал первенства России в категории до девятнадцати лет. А вот юниорское первенство страны по велоспорту на шоссе в этом году принимала Воронежская область. В программе соревнований розыгрыш наград в индивидуальной групповой гонках. В четверг велосипедисты гостили в Рамонском районе, а во вторник в Хохольском. Там страсти кипели нешуточные. Борьба за место на пьедестале была жаркой во всех смыслах. Увы, хозяев соревнований в тройке призеров не оказалось. И это, пожалуй, единственный минус турнира на несколько минут. Перенесемся на место событий. Такого количества велосипедистов рабочий поселок Хохольский точно еще никогда не видел. И дело не в том, что местные жители разом решили пересесть на велосипеды. Все гораздо проще. Хохольский район в этом году впервые получил право принять у себя юниорский чемпионат России. Для участия в групповых гонках сюда съехалось почти полторы сотни сильнейших спортсменов из 26 регионов страны. Старт и финиш разместился прямо в центре поселка. Мы как бы являемся, ну как сказать, мешаем движению дорожному. Как бы, потому что у нас велосипедный спорт шоссе предполагает движение на общих трассах. Поэтому тенденция сейчас идет уводить все гонки в малые города. Даже вот сейчас в областном центре, в Воронеже, нам как бы сложные тренировки проводить. И вот это место очень для нас очень знаковое. То есть как бы вышли с инициативой Федерации велосипедного спорта России. И она сделала мониторинг и проехала по разным городам России, малым. И это место им очень понравилось. Во-первых, это финишная группа очень хорошая. Рельеф не такой сложный, но очень техническое исполнение. И поэтому как тестовое, мы провели в этом году как тестовое соревнование. И все, в принципе, очень довольны. Конечно, на высоком уровне все проведено. Спасибо отдельной главе, спасибо всем, кто участвовал в этой гонке. Соревнования пошли на высоком уровне. Я надеюсь, что жителям понравилось и увидели, что что-то новое. Ну, в дальнейшем мы будем, конечно, проводить какие-то праздники, устраивать. Поэтому пока первое у нас, как говорится, все прошло на высоком уровне. Спасибо большое. Отметим, что нашему региону уже не раз доверяли проведение чемпионатов России. В том числе отборочных, например, в преддверии Олимпийских игр в Лондоне. А вот нынешним летом в Воронежской области собрались велосипедисты 17-18 лет. Да, они пока еще не знакомы с широкой аудиторией, но именно за этими ребятами будущее российского велоспорта. Так что их имена стоит запомнить. Этот возраст мы всегда рассматриваем именно на ближайший резерв в любом случае. Отсюда и рождаются те великие спортсмены от этого возраста. Каждая мелочь, она важна для спортсмена. Те же психологические качества, те же физические качества, они в любом случае и ведение гонки. Сегодня вот у нас была групповая гонка, там тактика очень важна. И поэтому видно, как спортсмен со стороны, как он себя ведет, как он себя ведет в группе, как он атакует, как он экономится. Ну, в любом случае это все видно. И в дальнейшем, конечно же, это все анализируется. И потом идет дальнейшая работа этого спортсмена, когда он попадает в сборную. Дальнейшая работа с ним для прогрессирования и для того, чтобы у него был рост. Местные жители, конечно же, с нескрываемым интересом наблюдали за гонками. А вот спортсменам было ох, как непросто. Жара, палящее солнце, которое лишь изредка пряталось за облаками. А перед тобой почти 125 километров, 13 кругов по поселку. Такова дистанция мужской гонки. На старт вышло сразу 99 парней. Финишировало меньше 40. Уже на пятом километре пилотон разорвался на несколько групп. А некоторые спортсмены и вовсе гонку завершили, а ведь это был только первый круг. Там началось небольшое всужение. И пацан с Северной области немного не справился с управлением и лег на предыдущего человека, кто ехал за ним. Из-за этого началось массовое падение на обе полосы дороги. И там уже можно было и не тормозить. Банально не успеваешь. Потому что скорость была в районе 50-55 километров в час. Все любили, было весело. Полностью заблокировали дорогу. Кто успел затормозить, объезжали по обочине. Ты слышишь, как скрежет мозг, как металла, велосипед друг друга. И ты уже понимаешь, и фрикторно зажимаешь тормоза, но не всегда тебе поможет. Ты пытаешься уйти от удара, но когда тебя структует столько человек и узкая дорога, это никак не поможет. Денис Земляной в итоге так и не смог догнать лидеров и сошел с дистанции. Отставание на круг здесь автоматически лишает спортсмена права на продолжение борьбы. Спустя час гонки лидерство захватило группу из 15 велосипедистов. На 35 секунд от них отставала еще пара спортсменов. А далее все остальные уже на внушительном расстоянии. Они проигрывали лидерам больше двух минут. Мы ехали, большая часть не хотела работать, потому что большие отрывы, как правило, не доезжают. Все хотят посидеть, сэкономиться. Ну так народ и отсеивался, кто послабее, отлетали, посильнее уехали, доехали. Лишь на последних кругах гонки на исходе третьего часа распалась и лидирующая группа. Вперед вырвались пять человек и стали отрываться от всех остальных местных жителей. На обочине не скрывали удивление, откуда у этих мальчишек столько сил. Но фавориты только прибавляли и прибавляли. Вот здесь вот есть подъем перед финишем за 200 метров. Сестралец пару раз раздергал, я даже вываливал. Но в какой-то момент я прям сэкономился максимально. Как дали там просто последний отрыв и шесть или пять кругов мы работали просто ровно в пятером. За круг до финиша пятерка лидеров имела преимущество в две с половиной минуты. А в итоге оказалось быстрее преследователей сразу на четыре. В борьбе за золото преуспел тульский велосипедист Мирослав Сюятин. На одну секунду он опередил Вадима Перепелицу из Краснодарского края и москвича Георгия Сергеева. Атака, давайте, давайте, терпите работать, терпите работать, быстрее, быстрее, быстрее. Передается, удается. Я 42, давай 50, приходи в песне. Первую атаку, получается, поехал Перепелица Вадим. Он занял второе место, кстати. Он поехал, у меня даже ноги начало сводить. Но я думаю, сейчас вот перетерплю, перетерпел. И последние 200 метров, 250 дал. Посмотрел, он не может уже за мной ехать. Я скину руки, такой очень рад, очень, честно. Ну, гонка была тяжелая, соперники сильные. Думал, догонят нас. Но все хорошо получилось, сложилось. Ехали нормально, все как бы работали. И уже под финиш начали разбираться в финишную гору. Ну, финиш последний, спринтовали сильно, очень сильно. Лидеры в итоге провели на дистанции 3 часа и 4 минуты. На радость у них после финиша сил практически не осталось. Гонка в Хохольском районе оказалась для велосипедистов самой настоящей проверкой на прочность. Прошли ее действительно самые сильные. Ну, чтобы выявить сильного гонщика, победителя, конечно, нужна либо гора силовая, потому что в горы ехать всем тюже, либо боковой ветер, когда идут уже командные большие действия, когда можно на этом выиграть. Здесь как бы в черте города сложно это все было бы как бы притворить в жизнь. Но все равно, вот несмотря на то, что вот как бы был завал у нас в начале гонки, что как бы повлиял на исход борьбы, но как бы могу сказать право, если бы его бы не было, то все равно были бы отрывы, были бы догоны, были бы тактические действия команд, как бы это было бы. То есть вот приехали наши руководители и четко сказали, что это как бы европейский уровень, вот именно эта трасса. На этой же самой трассе медали первенства страны разыгрывали и девушки, только дистанция у них была короче, вместо 13 кругов 8. В общей сложности это почти 77 километров. Участниц тоже было меньше. Стартовали 59 человек, а только 8 не финишировали. Здесь, слава богу, обошлось без завалов. Но и в отрыв никто так и не уехал. Тут такая трасса, что в гору ты начинаешь тянуть, отскакиваешь, и потом начинается спуск, и все добирают, поэтому не получалось. Может быть и так отскочишь, подумаешь, что ну еду первый уже в отрыве, а потом девочки добирали. В итоге предсказать победителя или хотя бы круг претендентов на медали в женской гонке просто не представлялось возможным. Желающих было слишком много. Большинство в этой группе составляли велосипедистки Санкт-Петербурга, и они ожидаемо поднялись на пьедестал. Но лишь на вторую и третью ступени серебро выиграла Полина Данчина, а бронзу Ангелина Наволодская. Жара неправильно сильно мешала, потому что был спуск, и там тоже ветерок. Ну и тем более, когда ты едешь на гонки, ты даже не думаешь, что тебе жарко, и это даже как-то тебе не мешает. Тебе лишь бы думаешь, как бы вообще уже финишнуть, там хорошо проехать. И тем более есть вода, и все хорошо, жара не так помешала. И тяжело мне было только вот в последнюю гору. В основном там было тяжело. И когда мы ехали на последнем кругу, я встала где-то в пятерку, в гору, и просто ехала, терпела. Но и там вот перед поворотом, когда 200 метров оставалось, некоторые девочки уже замедляли скорость. Да, я и сюда встала, выехала напрямую, и так получилось, что я третья. Ну а золото второй год подряд завоевала москвичкам. Татьяна Малькова, ее результат – 2 часа и без малого 16 с половиной минут. Чемпионка призналась, с первой до последнего метра дистанции она даже не думала о поражении. В собственном успехе была уверена на все 100. Я никогда не ухожу на гонку с такими мыслями. И по ходу гонки я так никогда не думаю. Я всегда верю в себя. Потому что, если так думать, то, конечно же, результата можно не ждать. А вот воронежские велосипедисты в групповой гонке, к сожалению, не блеснули. Лучшей среди девушек стала Анастасия Ткачук, заняв 29 место. У парней все еще скромнее. Ну, у нас на данный момент идет смена поколения. И как бы чисто воронежские ребята сейчас как бы у нас не стартовали. Но были наши ребята, которые в данный момент находятся в других клубах. В Санкт-Петербурге, в Ростове, в Москве. Ну, как бы не повезло, все оказались в завале, боролись. Но потом мы поняли, что как бы не совсем целесообразно выкладываться. Ну, надеемся на гонку на время, которая будет послезавтра. В индивидуальной гонке, к сожалению, воронежцы тоже были далеки от пьедестала. У женщин первые 4 места остались за петербурженками. Полина Даньшина снова стала второй. Ангелина Наволодская – третий. А победила с отрывом почти 8 секунд их подруга по команде Диана Смирнова. У мужчин с преимуществом в полминуты первенствовал москвич Дмитрий Хлупов. Со вторым временем дистанцию в 25 километров преодолел Максим Мишанков из северной столицы, ставший в групповой гонке четвертым. Ну, а Мирослав Суятин к золоту вторника в четверг добавил бронзу. Лучшей в воронежской команде снова оказалась Анастасия Ткачук. У нее в индивидуальной гонке 30 место. Место! Ну и в завершении, по традиции, новости хайдайвинга. В Париже состоялся второй этап мировой серии. Здесь спортсмены прыгали воду с высоты 27 метров на фоне Эйфелевой башни. Вновь чемпионом с солидным отрывом стал румын Константин Поповичи. Второе место занял украинец Олег Пригоров, а тройку призеров замкнул воронежец Никита Федотов. Причем он оставил без награды самого Гэри Ханта, хозяина турнира и многократного чемпиона мировой серии. В свою очередь в борьбе за серебро Федотов лишь три с небольшим баллом проиграл Пригорову, для которого медаль Парижа стала первой в карьере наградой в мировой серии. Выступал во Франции в минувший уикенд еще один воронежский хайдайвер Артем Сильченко. Ветеран мировой серии впервые вышел на старт турнира в нынешнем сезоне. К сожалению, побороться за награды наш спортсмен не смог. После первого прыжка Артем шел в десятом, далее опустился на одиннадцатое место, а закончил соревнование двенадцатым. Заключительной попытки Сильченко набрал лишь 69 баллов. Как всегда, только в нашем марафоне. Комментарии воронежских спортсменов и самый яркий кадр сражения лучших хайдайверов планеты. Прыгать здесь, возле Эфелевой башни, очень здорово. Это одно из самых популярных мест в мире. Классно вернуться сюда очередной раз. Прыгал здесь в прошлом году. Публика потрясная, вышка удобная, погода замечательная. Нам больше ничего не надо. Четвертый мой подиум. И это значит, что мы очень хорошо работали с тренером в Монреале. Долгое время работали и очень много времени потратили на это. Это значит, что не впустую. Поэтому очень здорово. В том году я был здесь. И у меня немного были нервы. Я немного был стресс. Но я в этом году себя переборол. И сделал ту работу, которую мы достигли вместе с новым тренером. А здесь, когда ты стоишь наверху, ты видишь все. И очень классно, когда ты видишь красивые здания. Но когда ты видишь красивую Эфиреву башню, то это очень вызывает эмоции. И это очень здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все самые свежие новости воронежского спорта на сайте tv-fizgubernia.ru И, конечно же, в нашем марафоне. Оставайтесь с нами и всегда будете в курсе всех последних событий. Ведь мы знаем о спорте. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА